Привет, ребята! С вами Андрей Аксёнов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской Империи. Итак, сегодня официальное окончание четвёртого сезона. Было круто! На следующей неделе, в понедельник, 3 мая, приходите на стрим на YouTube и ВКонтакте. Начало в 8 часов вечера по Москве. Присоединяйтесь к стриму, присылайте ваши вопросы, задавайте вопросы в чатике, обсудим всё, что вам будет интересно. Ну, если вам интересно, история начала 20 века. Да, но мы не расстаёмся, потому что через неделю после стрима начнётся пятый сезон. Ура! Никакого перерыва не будет. А сегодня, по традиции, под конец сезона, специальный выпуск с гостем, с историком моды Ксенией Гусаровой. Будем говорить про одежду и косметику, про неожиданные требования времени и даже найдётся время поговорить про защиту окружающей среды и про осознанное потребление из конца 19 века. Но для начала у меня есть отличная история про то, какой представляли моду будущего в то время наши старые знакомые футуристы. Потому что с вами постоянно рубрика «Ретро-футуризм», которую я делаю вместе с генеральным партнёром подкаста с компанией Selectel. Помните наших друзей-панков-футуристов? Они были поэтами и художниками, но не только. Они всерьёз думали про будущее, про революции во всех аспектах окружающей действительности, в том числе и в моде, и в одежде. Было очевидно, что одежда, которую тогда приходилось носить людям, не всегда удобна, не всегда функциональна. Она такая просто потому, что одежда — это очень традиционная вещь. Люди привыкли выглядеть определённым образом, и изменения в одежде обычно воспринимаются в штыки. Даже редиска в лацкане пиджака и большая жемчужная серёжка в ухе бурлюка вызывали просто шок. Так вот, история о том, как футуристы начали менять одежду, начинается с того, что два итальянских футуриста Бочони и Северини в 1911 году встретились с художником Пикассо. Навстречу они оба надели носки разного цвета, но они совпадали по цветам с их галстуками. Эта встреча и этот случай вдохновили их на написание «Манифеста моды футуристов». И вот, что там было написано. «Нам нужно изобрести футуристическую одежду, весёлую одежду, смелую одежду, ярких цветов с динамическими линиями. Она должна быть простой и, самое главное, недолговечной. Она должна лишь побуждать производство, чтобы наши тела были постоянно обеспечены всё новыми удовольствиями». Неплохо, да? Начало 20 века. Одна из первых важных идей футуристов заключалась в ассиметрии и в насыщенности цветов. Футуристы начали создавать и пропагандировать новую одежду и новые аксессуары. Они делали её для себя прежде всего. И в одежде они использовали неожиданные геометрические узоры и формы, которые пришли из живописи, из кубизма. Они ещё начали использовать новые материалы, которые до этого никто не использовал в одежде. Например, металл и пластик. Футурист Джакомо Балла, знакомый этих первых двух футуристов, начал использовать и развивать идеи манифеста и создал свой собственный футуристичный гардероб. Выглядело это просто невероятно. Пиджаки и брюки немыслимых цветов. Разные жилетки, сшитые с треугольников и квадратов. Всё это, конечно, шокировало публику, но в массовое производство эти костюмы не пошли. Это были штучные экземпляры. Но, тем не менее, эти идеи вдохновили модельеров. Стало понятно, что в одежде не обязательно использовать однотонные ткани или ткани с цветочками. Модельеры 20-х годов начали вводить в моду новые идеи, о которых первыми начали говорить именно футуристы. В тканях и в одежде начали появляться геометрические узоры и неожиданные сочетания цветов. Спасибо футуристам за это. Это была рубрика «С мечтами о будущем» из прошлого от компании Selectel. Рубрика «Ретро-футуризм». А компания Selectel ценит изобретательность и нестандартные взгляды. В описании этого выпуска вы сможете найти ссылку на сайт компании Selectel, а еще на телеграм-канал компании, где можно почитать о будущем, который нас ждет, но и не только, еще и об актуальных технологиях. Подписывайтесь на него. Привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Олеговна Гусарова, кандидат к культурологии. И сегодня спецвыпуск под конец сезона, как обычно. И мы сегодня будем говорить о моде, о косметике, о том, как одевались люди и обо всяких сопутствующих темах. Ксения Олеговна, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю просто, что очень много людей писали мне об этом, и я понял, что я в моде, к сожалению, разбираюсь очень плохо. И я подумал, самое лучшее, что можно сделать, позвать человека, который в ней разбирается. И это как раз Ксения Олеговна. Спасибо! Мне очень приятно быть здесь. Первое, что обычно людей интересует, и вообще и мне интересует, как была устроена обычная жизнь людей в городе. Понятно, что люди разные были, были крестьяне, рабочие, но мы как-то себя ассоциируем с городской образованной публикой. Можно представить себе, вот, допустим, наступило утро, и, допустим, дама или мужчина, он собирается на работу, вот он встал, что ему нужно сделать? Как он должен одеться? Как этот происходил процесс? Мужчине, конечно, совершенно необходим цветок в петлице. Ну, это, естественно, мы говорим о каких-то таких более утончённых слоях общества. На самом деле в это время людям было сложно. Нам сейчас намного проще, чем им, когда мы можем вообще в пижаме проводить в Зуме какие-то деловые мероприятия. Процесс одевания сто и более лет назад – это было непростое дело. Даже для мужчин зачастую высокие, высота их менялась регулярно, воротники, ну, так или иначе, накрахмаленные, жёсткие, в начале XX века уже из каких-то синтетических материалов, а очень жёстко фиксировали голову, да, и они могли очень ужасно натирать шею. В общем, очень много было неудобств в костюме. Ещё больше неудобств, ещё больше сложностей было связано с женским костюмом, потому что, ну, вот буквально на рубеже XIX-XX веков появляются модели корсетов, которые, в общем, помогают женщине одеваться без посторонней помощи. Они застёгиваются спереди, да, их не нужно как-то специально шнуровать при помощи каких-то вторых, третьих, ещё каких-то лиц, и, ну, вот появляется действительно возможность соответствовать вот этой современной моде, не имея там слуг, да, не имея каких-то людей в вашем услужении, которые вам, значит, будут подносить эти цветы в петлицу, да, шнуровать корсет и ещё что-то такое для вас делать. Поэтому, с одной стороны, идёт, конечно, такое всё время движение на упрощение костюма, реформа костюма, начиная с середины XIX века, особенно женского костюма. Она так вот не перестаёт волновать умы и женские, и мужские. И, конечно, по сравнению с серединой XIX века, в начале века XX костюмы, ну, как бы становятся более удобными и более простыми. Но всё равно, конечно, вот этот процесс одевания, многослойное бельё, да, там рубашечка, которую мы надеваем под корсет, и блузочка, которую мы надеваем на корсет, это вот такая очень сложная конструкция. Конечно, мы бы сейчас без посторонней помощи, да, совершенно с этим не справились, мы бы не поняли, что это за вещи, да, и уж тем более с надеванием их с первой попытки, скорее всего, мы бы не совладали. А можно описать вообще, сколько было слоёв одежды? Вот типа самого нижнего до самого верхнего, ну, такого обязательно, например, формата? Ну, это зависит, конечно, от сезона, да, потому что зимой мы и сейчас надеваем на себя больше слоёв всего. Ну, а, конечно, обязательно должна быть как минимум одна нижняя юбка у женщины, да. Эта нижняя юбка, она является предметом демонстрации, потому что верхняя юбка такого фасона, или она как-то подёргивается, пристёгивается, что нижняя юбка видна, и у неё, да-да-да, у неё должен быть какой-то там красивый вышитый край, или она в каких-то узорах тоже, и совершенно такая потрясающая. Но в другие моменты, да, мы её совершенно не видим, и она может становиться чуть попроще. Вот, например, если говорить о белье как у части, ну, нашего внешнего вида, парадоксальным образом, возможно, в начале XX века в женских журналах русских можно прочитать, что сейчас в большой моде полосатые и клетчатые чулки, но не следует их слишком много закупать для приданого, потому что узор может быстро выйти из моды. То есть это опять же идея, что мы можем увидеть небольшой там вот кусочек ноги, да, вот эту пресловутую женскую щиколотку, которая так волновала мужское воображение, и она должна быть, ну, так же на высоте, да, и так же соответствовать вот этим современным модным тенденциям, как и всё остальное, что надето на женщине, на её, там, голове, её перчатки и всё такое. Да, вот это такая достаточно большая была статья расхода, потому что вот бельё должно было обязательно быть щегольским, должно было быть нарядным, должно было соответствовать актуальным модным тенденциям. На самом деле не только бельё, но самые разные предметы обихода, то есть всё время в женских журналах мы видим какие-то модные узоры или, да, типы кружева, которые можно использовать, там, оформление скатертей, салфеток и чего-то такого. Вот эта вся обитаемая среда у людей, которые более или менее могут себе это позволить, она всё время претерпевает такие трансформации, она выглядит по-другому. И упаси бог, ваша скатерть, да, на какого-то поза прошлого сезона. И только полотенца, говорят нам журналы, находятся вне моды, в общем, ваши полотенца, слава богу, никто не видит, да, если они как-то морально устарели эстетически, то это не страшно. А всевозможные, да, там, обивки мебели, то есть здесь вот узоры, да, обои, всё это тоже является в каком-то смысле таким расширением и продолжением женского тела, потому что женщина как, ну, вот, блюстительница домашнего очага, да, как хозяйка дома, она не только должна была там содержать этот дом в чистоте и как-то, значит, управляться сослугами, если они у неё были, но она ещё должна была как-то вот эстетическое оформление жилища тоже приводить в соответствие с модой и со своим внешним видом. И мы можем часто увидеть рекомендации, например, как подобрать не только наряд, да, но и, например, обои, которые будут наилучшим образом оттенять ваш цвет лица. И вот вы на фоне этих обоев, да, и там в соответствии с какой-то, да, там на модной мебели вы принимаете модные позы, то есть на самом деле, если мы доходим до предела, да, то полностью, как бы, вот жизнь женщины регламентируется и в эстетическом коде, да, в неком она вот протекает. Тогда получается, что, возможно, обстановку в доме и обои тоже нужно менять, там, раз в несколько сезонов, потому что мода меняется. Ну, конечно, да-да-да. И вот мы можем увидеть, недавно была замечательная выставка ткани Москвы в Музее Москвы, и там были вот эти замечательные образцы тканей, в том числе, которые использовались для обивки стен, для обивки мебели, и мы видим, что они абсолютно, ну, в тренде, да, вот в европейском, мировом, например, вот мотивы, которые Уильям Моррис вводит в моду, британский художник, прерафаэлит, они вот и в этих тканях, выпускаемых московскими фабриками, находят некое отражение, и вот в женских журналах, да, мы можем увидеть какие-то узоры для вышивки крестиком, например, или гладью, и там тоже такой Моррис или что-то такое, да, вот какое-то ар-нуво совершенное, да, происходит, и тоже всё это было предметом модного потребления, конечно. А тогда, вот если мы возьмём, да, какие-то нулевые, может быть, десятые годы, можно ли как-то отследить было, вот, допустим, женщина, она одета, и у неё определённая ткань, определённой расцветки, и это что-то означает, например, что-то говорит о её вкусах или о её там взглядах каких-нибудь общественных или политических, то есть кто-то более традиционно одет, кто-то менее, то есть мы сейчас можем посмотреть на человека и подумать, о, у него там цветные волосы, наверное, он какую-то определённую музыку слушает. Тогда было какое-то различие или была какая-то общая мода, которая была как бы более современная или менее современная? Ну, в первую очередь, мода предписывала очень чёткое разделение одежды по социальным ситуациям, по времени суток, да, по того, куда и зачем вы направляетесь, едете ли вы в карете или в общественном транспорте, или вы идёте пешком, или вы, может быть, едете на велосипеде уже в это время. А это всё предполагало некие специальные особые типы одежды и типы тканей тоже. Мне кажется, по расцветке в меньшей степени, но вот какая-то там приверженность, например, вот так называемому реформированному костюму, который предполагал, ну, не такое жёсткое стягивание корсета, если, может быть, не полный отказ от корсета, но, по крайней мере, вот отказ от этой фигуры с очень тонкой, женской фигуры с очень тонкой талией, в каких-то ситуациях, да, такая раскрепощённая телесность, она могла быть знаком каких-то свободных нравов, и так же это и считывалось. Но, с другой стороны, уже в девятисотые годы какие-то элементы вот этого реформированного костюма мы можем увидеть в модных журналах, ну, как правило, это более домашняя одежда, да, вот что-то такое, что, в чём мы не показываемся уж совсем всем, да, но в какой-то ситуации досуговой, да, какой-то более приватной мы можем что-то такое надеть. То есть отчасти это становилось языком моды, ну, конечно, там какие-то дамские панталоны, да, вот, ну, или штаны, брюки, да, вот они были, там, шальвары, предметом очень больших прений, и даже для езды на велосипеде, казалось бы, да, в общем, не все были готовы увидеть это или как-то, да, вот воспринять, считалось, конечно, достаточно шокирующим зрелищем. Слишком вызывающе. Да, потому что, ну, такой, там, традиционный вид спорта, как, ну, езда верхом, да, или охота считалась вполне такой приемлемой для женщин деятельностью, да, или видом спорта. Конечно, абсолютное большинство женщин сидели в женском седле в своих платьях прекрасных, в амазонках так называемых, и, ну, в общем, то, что можно сидеть как-то по-другому, да, на чём-то, это совершенно была скандальная идея. Я вспомнил просто историю про маму Максимилиану Волошину, которая приехала из Парижа и шокировала всех, что она ходит в брюках. Да, наверное, всё-таки это что-то означало, да, какой-то ранний феминизм, может быть, или ещё что-то. Да, конечно, конечно, да, да, да. Ну, был целый ряд женщин ещё в XIX веке, которые носили мужской костюм по тем или иным соображениям, ну, в первую очередь, ну, притязая на какой-то статус и профессиональные возможности, да, сопоставимые с мужскими, но, естественно, на них смотрели очень косо, потому что, ну, сами эти притязания были невозможными, да, и очень спорными, и их такая наглядная, видимая форма вызывала особенные отражения, потому что на самом деле мода, да, может показаться какой-то сферой сугубо женского интереса и чем-то тривиальным и поверхностным, но на самом деле мы можем здесь увидеть, как, ну, общество предписывает какие-то очень жёсткие рамки всем посредством этого института, да, и как только какой-то минимальный выход за рамки или расшатывание этих рамок происходит, то здесь уже не идёт речь исключительно об эстетике, да, или, там, соответствии духу современности, а включаются медицинские, моральные, какие угодно другие аргументы, чтобы показать, что этого не может быть, это совершенно что-то недопустимое. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, сейчас мы чувствуем большую свободу там в одежде, в том, как мы одеваемся или выглядим, но тогда костюм был более традиционным, вообще какие-то мельчайшие изменения не сразу были видны окружающим и вызывали либо отторжение, либо повод это обсудить, либо как-то косо посмотреть, да, костюм тогда более традиционен. Ну, нужно определиться, что мы считаем традиционным, но действительно нормы были очень жёсткими, и здесь для женщин, да, открытость и закрытость костюма это предмет такого особого внимания, и хотя действительно, ну, существовали такие совершенно всем очевидные предписания, да, как нужно одеваться там, когда вы вышли куда-то в городе днём, или как, да, значит, вы одеваетесь на бал, это совершенно разные типы костюма, но при этом могли возникнуть какие-то социальные ситуации, где было несовершенно очевидно, там, какой глубины декольте от вас требуется, и возможно ли оно вообще, или оно необходимо, или как поступить. И в одном из руководств по хорошему тону, этикету, вкусу и моде, которая, значит, вышла в 1914 году под названием «Умение хорошо одеваться», содержится следующее замечательное указание, «Ничто не может быть конфузнее для женщины, чем оказаться одной в гостях с открытым воротом». То есть все пришли в закрытых платьях, а вы вдруг почему-то пришли, значит, с этим декольте, и это кошмар, и это катастрофа, и, конечно, этого надо было всячески избегать, и лучше было одеться наоборот. На всякие случаи предугадать это из закрытого воротом. Да, с другой стороны, если все с декольте, а какая-то одна дама нет, то это тоже может, конечно, заставить её почувствовать себя некомфортно. Конечно, сейчас, мне кажется, мы гораздо более свободны в этом плане, но всё равно мы тоже можем в каких-то сходных ситуациях оказаться, когда мы, что называется, «overdressed» или «underdressed», там мы слишком парадно одеты, или мы куда-то пришли в пресловутом спортивном костюме или пижаме, где ожидался какой-то дресс-код всё-таки несколько более формальный. Да, у меня бывало такой пару раз в жизни. Да-да-да. Да, поэтому это такая универсальная проблема, действительно. Но, наверное, тоже, что отличает модные практики начала XX века, хотя, с другой стороны, сейчас мы можем что-то подобное зачастую прочитать в журналах и на сайтах. Это очень чёткое разграничение по возрасту, что может носить молодая женщина, что может носить девушка незамужняя, что может носить женщина старшего возраста. Ну, молодая девушка должна одеваться просто. Она не может себе позволить каких-то дорогих украшений, мехов, слишком какой-то пышной, богатой отделки платья. Вообще с отделками, с украшениями. Это такая очень интересная вещь. То есть, с одной стороны, демонстрация своего богатства, своего статуса, конечно, в это время преимущественно происходила за счёт пышности костюма и дороговизны. То есть это уже более поздняя идея такой вот недосказанности и отказа, наоборот, от показной роскоши, что становится знаком ещё большей изысканности. Ну, в общем, это так или иначе с именем Коко Шанель связана эта идея, такой вот недосказанности в женском костюме, в моде, как знака новой роскоши. А для конца XIX, начала XX века, собственно, когда вышла знаменитая работа социолога Торстена Веблина «Теория праздного класса», он там отдельную главу посвящает одежде как выражению денежной культуры. То есть мы всегда пытаемся выглядеть дорого и дороже, как бы более изысканно, чем мы можем на самом деле даже себе позволить. И в первую очередь женщина является такой витриной мужского достатка, состояния своего отца или мужа, и поэтому вот она, значит, всё это на себя навешивает, и поэтому женские костюмы такие особенно неудобные, потому что для Веблина является важным понятие показной праздности. То есть вот мы должны все видеть, что женщина не может работать вот в этих своих корсетах, юбках, каблуках, с длинными волосами, вот этими прическами огромными, да, вот по моде этого времени. То есть тем самым мы видим, что женщина не работает, а она только потребляет. То есть он специально, костюм как бы неудобный, чтобы показать, что в нём ничего невозможно сделать. Совершенно верно. Это очень популярная идея, и она скорее неверная, потому что мы видим, что как раз на начало 20 века и, в общем, и в 19 веке корсеты, и до этого кринолины, да, очень пышные юбки распространялись очень широко в городской среде, и работницы точно так же их носили. И, в общем, ну, если они им мешали работать, да, то мы об этом почти ничего не знаем. То есть обычно мужчины переживают за женщин, которые не могут двигаться, не могут ничего делать в этих своих костюмах. Тем не менее, это очень распространённая идея, да, вот что женщина является такой вот витриной достатка своего мужа или отца, и вот она демонстрирует принадлежность к праздному классу, потому что она так одета, что невозможно никакую полезную работу совершать в этом костюме. И действительно, вот эта вот идея такой демонстративного потребления, как говорит Веблин, да, такой показной роскоши, она, конечно, очень важна в культуре прекрасной эпохи, да, и действительно мы можем увидеть и на портретах особенно, ну, наверное, художникам зачастую это было интересно, как такое многообразие фактур, можно просто продемонстрировать своё мастерство в передаче, да, вот и меха, и шёлка, и всего такого. И на фотографиях, в общем, можем увидеть очень богатые наряды. Тем не менее, можем прочитать в журналах, например, в «Вестнике моды» за 904 год я прочитала, что если костюм перегружен декором, декором, украшениями, отделкой, то чего-то не хватает. И стоит задаться вопросом, не хватает чего-то в костюме или в голове? То есть вот такие две противоположные идеи. Конечно, установка на скромность, на умеренность, да, она на протяжении XIX века и в начале XX века очень сильна, и модные журналы всё время таким вот рупором умеренности выступают. Говорят, что хороший вкус состоит в том, чтобы не следовать слепо за модой, и точно совершенно не надевать на себя всё, что вы увидели, да, там где-то в витринах магазинов, а как-то это дозировать. И особенно этот императив был жёстким применительно к молодым девушкам, то есть даже подвенечное платье должно было быть достаточно скромным. Ну, скромность, опять же, здесь оказывается растяжимым понятием, то есть в соответствии с статусом этой девушки может быть какая-то там оторочка горностаем, это вполне скромно и просто. Но в целом, да, вот, говорилось, что, например, даже если используются какие-то очень дорогие кружева, то следует их использовать дозированно, да, то есть не покрываться полностью этими кружевами. Да, а если мы старше пойдём? Молодая женщина замужняя могла себе позволить больше всего. То есть иногда она могла быть богаче одета, чем на свадьбу на собственную? Безусловно, да, конечно. С точки зрения этикета, с точки зрения социальных норм, молодая замужняя женщина, ну, в общем, где-то после свадьбы, да, вот, и там, может быть, до рождения первого ребёнка, это была такая золотая пора, когда можно надеть всё и блистать своей красотой. А чем дальше, тем, опять же, нормы становились строже, и, конечно, женщина в возрасте является постоянной мишенью сатиры, да, вот каких-то модных карикатур на протяжении всего их существования и каких-то очень жёстких предписаний. То есть предполагалось, что она будет одета в какие-то максимально закрытые костюмы тёмных или каких-то сдержанных тонов, опять же, с умеренным количеством украшений, отделки. В журнале обязательно будут отдельные там гравюры, да, вот для пожилых дам. А пожилые — это сколько? Хороший вопрос, да. Ну, я боюсь, что 40 плюс — это пожилые по меркам этого времени. То есть 20-летняя, ну, может быть, там до 30, там 30 с небольшим, да, молодая женщина, вот она, молодая женщина в расцвете лет, а потом уже, да, это вот такой вот возраст. Нужно быть скромнее немножко. Да, надо вести себя скромнее, нужно, да, вот очень следить за тем, как ты одеваешься и что ты себе позволяешь себя ограничивать. И, конечно же, были особенные отдельные правила, связанные с трауром, который носился по многу лет, и были тоже градации, да, насколько там, когда можно носить только самые простые ткани без украшений, без всего, или когда можно себе позволить какие-то траурные украшения, которые представляли собой отдельную, можно сказать, да, такую индустрию. И когда можно позволить там себе какие-то кружева, и когда постепенно можно использовать лиловый цвет, это традиционно тоже траурный цвет, серый, да, и вот какие-то помимо чёрного ещё немножко разбавлять костюм. Но, действительно, это была такая очень распространённая практика, причём траур носили не только по собственным родственникам, но и по членам, например, императорской семьи. Поэтому, действительно, какая-то большая часть жизни женщины могла пройти в такой ситуации, что она не должна была предаваться вот этим всем модным радостям и удовольствиям, даже если финансово могла их себе позволить. Поэтому, видимо, те небольшие периоды, когда женщины могли это делать, они это делали очень активно. Совершенно верно, да. Тогда если мы возьмём молодая женщина, там, 20-30 лет, где пределы допустимого, ну, то есть можно, например, плечи оголять, или, там, понятно, с юбками, наверное, всё более строже, где крайний предел, дальше которого уже совсем неприлично. Ну, это постоянно такая вот подвижная тоже граница, да, и это зависит очень от социальной ситуации, как я уже говорила. В первой половине XX века британский историк, куратор музея Виктории Альберта Джеймс Лавер выдвинул теорию подвижных эрогенных зон. Он говорит о том, что мода всё время находится в погоне за вот некой такой эротикой, и в моде оказываются те части тела, которые, ну, как бы, с одной стороны, новые для нас, то есть части тела, обнажённые, нам надоедают через какое-то время, да, и то, что слишком, на что мы долго смотрели, перестаёт быть интересным, перестаёт восприниматься в каком-то эротическом ключе. С другой стороны, есть части тела совершенно запретные, да, или там ещё пока запретные. И вот мода как бы приближается к этим эрогенным зонам, и она не может их вполне догнать, потому что это будет неприлично. Но всё время они смещаются, да, и то будет акцент на плечи, то, например, будет там обнажённая спина приемлемой, да, а то это будет что-то совершенно невозможное, то более глубокий вырез спереди платья, да, то, значит, вот там женские ноги. Конечно, в этот период платье, ну, в основном, да, в абсолютном большинстве ситуаций взрослые женщины носят платье в пол, и если там несколько, да, там на несколько сантиметров поднимается эта юбка от пола, то это считается короткая юбка, а исключением являются костюмы девочек. Чем более юное создание, тем более короткие платьица ребёнок носит. И постепенно, да, там это будут платья до колен, где-то до середины икры, и уже вот мы можем на каких-то модных гравюрах или на фотографиях более или менее определить возраст детей или девушек, которых мы там видим, по длине подала. Потому что когда вот, ну, девушка входит в возраст невесты, конечно, она носит уже полностью закрытое вот это платье в пол. Более того, в начале 20 века, как и во многие другие периоды более ранние, имел место такой феномен, как шлейф платья. Причём не только у придворных платьев, где это просто протоколом предписывалось обязательно, и где мы можем увидеть, да, вот эти вот безумные какие-то совершенно шлейфы, которые могут драпироваться по ступенькам, да, там на половину лестницы или на всю лестницу. Или как иногда у свадебных платьев, да, могли тоже вот такие вот шлейфы иметься очень длинные. Но небольшой шлейф, он был частью даже и повседневного городского костюма. То есть это просто не только была юбка в пол, но она ещё некоторым образом волочилась по улице. И не очень понятно, как люди реально с этим справлялись, потому что всё-таки улица есть улица. Но на тех же модных гравюрах, да, мы можем увидеть вот этот такой как бы дневной, так называемый английский костюм, который имеет эту очень длинную юбку и шлейф. И дама прекрасно, значит, по улице в нём рассекает. Надо отдать должное модным журналам, они тут же, значит, дают полезные советы, как поступить, да, значит, как можно незаметно отрезать или надставить подол юбки, если что-то с ним произошло, кто-то на него наступил, например, и порвал вам, или, да, там вот какие-то пятна, которые невозможно устранить. То есть это вот была такая отдельная проблема, да, как быть со своим подолом. Ну, зачастую предполагалось, что этот шлейф, он как бы пристёгивается, приподнимается, да, вот по улице всё-таки мы его не таскаем, но я была удивлена, увидев прямо, да, на модных гравюрах на улице вот этих, значит, женщин в платьях с шлейфами. Может быть, это некая идеальная картина, и ни один нормальный человек так не делал в действительности, но в журналах более раннего времени, XIX века, мы очень часто можем увидеть, наоборот, этот совет и настояние не ходить в платьях с шлейфами по улицам, и когда какой-то совет появляется очень часто, то можно заподозрить, что никто не слышит этого совета, и на самом деле все, да, значит, с этими шлейфами прекрасно ходят. Ну, так или иначе, платья были очень длинными, но при этом вот там руки, плечи, да, вот как бы конфигурация формы декольте, она всё время менялась как бы в погоне, да, вот за этой эрогенной зоной, по мнению лавера. А откуда тогда приходила мода? Вот как бы не было же каких-то показов модных, на которые можно было сходить. Ну, то есть, наверное, были какие-то модные журналы, но был какой-то источник, откуда это приходило? Как быстро они в России появлялись, эти модные тенденции? На самом деле уже в начале XX века модные показы начинают проводиться, они, конечно, не являются ещё таким регулярным, понятным всем событием и ожидаемым, как в наши дни, но, тем не менее, одним из пионеров модного показа является американо-британская модельер Леди Дав Гордон, которая под своим именем или псевдонимом, в общем, её бренд назывался Люсиль, её звали Люси, вот, значит, этот бренд Люсиль, она очень активно занималась продвижением своих нарядов в форме неких театрализованных, иногда даже показов. Во Франции Поль Пуаре очень активно этим занимался и со своими манекенщицами ездил, и в Россию приезжал, и в Америку он ездил, в общем, что-то такое уже начинало происходить. И, на самом деле, универсальные магазины достаточно рано начинают использовать, ну, не то чтобы, да, вот показ мод в нашем современном понятии, но манекенщиц, которые демонстрируют одежду для клиенток. И, конечно, большую роль играли какие-то, да, там, коронованные особы, с одной стороны, с другой стороны, артистки и, да, богема. Ну, женщины, которые так или иначе могли появляться в публичной сфере, они зачастую становились, конечно, иконами стиля, и вот они запускали какие-то тенденции, и все ориентировались на них. Журналы, да, играли большую роль. На самом деле уже в конце XVIII века, да, вот информация о моде распространяется достаточно быстро. Модные гравюры пиратским часто образом, да, перепечатываются, распространяются по всей Европе, и тексты переводятся, обычно с какими-то своими добавлениями интересными. В начале XX века мы просто можем прочитать во многих русских, например, журналах, что там вот «Вестник моды», да, является русскоязычной версией, да, журнала «Le Moniteur de la mode» французского, и что он выходит одновременно с французским журналом. Было ли что-то в международной моде, что пришло из России? Не знаю, может быть, с русскими сезонами Дягилева связанное, может быть, что-то такое. Да, конечно, конечно, русские сезоны имели колоссальный резонанс, и опять же здесь идёт такой вот спор, кто первый, да, и кто что придумал, потому что Поль Пуаре как раз разрабатывал такую восточную тематику, ориенталистскую, уже, в общем-то, в конце 900-х годов. И здесь вот появляются русские сезоны в Париже, и, конечно, каждый тянет одеяло на себя, да, вот мы склонны считать, что это Бакс всё придумал, а Пуаре у него украл. Пуаре, конечно, утверждает, наоборот, в своих трёх автобиографиях он написал сразу три, чтобы, да, чтобы вернее было, да, его версия как-то, да, вот, чтобы более монументально выглядела. Вот есть этот интерес, действительно, к Востоку, к ориентализму в костюме, и также есть интерес к народному костюму, в том числе к русскому костюму. И, в частности, Пуаре, когда приезжал в Россию, он смотрел и собирал, да, вот какие-то народные, там, рубахи, да, и выпустил потом свою коллекцию платьев по мотивам. Ого! Пуаре смотрит на Восток, который он понимает, конечно, очень широко и в значительной степени придумывает, но здесь, да, вот и русский народный костюм, и какие-то, не знаю, японские кимоно, его вдохновляют тем, что нет вот этого каркаса, да, нет вот этой жёсткой конструкции, а есть, ну, какие-то свободно висящие ткани, да, там, трапирующиеся, летящие или что-то такое с ними происходит. И поэтому, ну, как бы вот эта идея рубахи, да, которую можно использовать в качестве платья, это совершенно революционная идея. Ну, то, что происходит, опять же, с конца XVIII века, да, когда Мария Антуанетта вводит в моду, ну, платье, которое, в общем, по всему рубашка, но только, да, это вот в данном случае верхняя одежда, и до конца XX века, да, когда мы смотрим там на Вен Вестфуд и на влияние панков, да, на моду, где появляются тоже какие-то элементы. Да, это сейчас довольно современные. Совершенно верно, да. И вот, ну, как бы Пуаре делает нечто подобное. То есть он берёт рубаху, которая, естественно, в народном костюме надевается под сарафан или понёвывает, что-то там такое на неё ещё надевается. В общем, да, а чем это нам не платье? Ну, конечно, там будет пояс тоже там такой в народном стиле, да, но в целом это вот идея совершенно другого тела, потому что, ну, вот тоже он себе приписывает заслугу освобождения женщин от корсета. На самом деле этот процесс занимает многие десятилетия. Так или иначе, да, ну, там формы вот этой модной женской фигуры Пуаре переосмысляет. Ну, он, конечно, не одинок в этом. И, наверное, наш главный революционный модельер Надежда Петровна Ламанова, она тоже работает в сходном направлении. Правда, она обращается к народным или квазинародным мотивам и формам уже в 20-е годы, уже в советское время. Но если мы посмотрим на вот её модели 900-х, 910-х годов, мы видим постепенный отход от вот этой очень жёсткой конструкции, да, в каким-то более таким обтекаемым формам. Здесь, конечно, ну, как бы народный костюм, вот он был таким ориентиром, который позволял переосмыслить, как вообще можно одеваться, да, не так, а совершенно иным образом. Хорошо. Косметика. Давайте перейдём к косметике. Да, конечно. На самом деле, в общем, весь имперский период у нас проходит под знаком естественной красоты, и это не русская выдумка, да, это мировой тренд. То есть женщины, безусловно, пользовались косметикой, но они должны были это делать так, чтобы никто не догадался. А, и здесь очень многое зависело от освещения, потому что свечное освещение, керосиновые лампы предполагало здесь гораздо большую свободу. То есть на вечер, на бал можно было набелиться, нарумяниться, и это бы выглядело совершенно естественно, да, вот с поправкой на освещение. Потому что вообще не очень светло в помещении. Потому что вообще не очень светло, и потому что свет имеет вот этот определённый спектр, да, или как это правильно, такой более желтоватый-красноватый, да, поэтому очень белая краска, да, или очень напудренное такое, да, вот набелённое лицо, оно приобретает тёплый телесный тон. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из, например, руководств по сценической гримировке. Потому что, конечно, абсолютное большинство источников XIX века, которые написаны женщинами или которые адресованы женщинам, говорят, никакой косметики не существует, только уходовая косметика, да, кольт-крем, любимое всеми средства, рисовая пудра, максимум, что можно себе позволить. Из вот этих вот театральных текстов мы узнаём, что актёры и актрисы, и иногда в скобочках, да, говорят, что так поступают и наши дамы, пользовались, да, вот этими там жидкими белилами, например, да, вот до середины XIX века, 1860-х годов. Потом, когда, ну, уже практически всюду в публичном пространстве больших городов начинает использоваться газовое освещение, к концу столетия электрическое, это предъявляет совсем новые требования. И происходит некая, как бы, реформа актёрского грима, потому что появляется фактически, да, современный грим на жировой основе, который позволяет, ну, как бы, наносить вот эти вот краски гримировальные более ровным образом, да, и это больше похоже, ну, как бы, на поверхность картины, можно сказать, да, вот на живопись, и передаёт там какие-то более нюансированные оттенки и, как бы, похожи, да, на живого человека. Больше, чем вот этот вот грим, в котором использовались жидкие белила, совершенно белые, которые остаются, да, вот, приметой мимов, клоунов. Что происходит с женской косметикой в этой ситуации? Также, ну, как бы, немножко меняется цветовая гамма, то есть от чисто белых средств, да, вот абсолютно белой пудры и белил, постепенно осуществляется переход к пудре какого-то чуть более, там, телесного, да, условно говоря, оттенка, но очень интересно, что долгое время производилась, да, вот белая пудра, розовая и жёлтая, и кому она подходила, сложно себе представить, да, и многие женщины просто смешивали, да, вот два или все три тона, и что-то получалось такое вот более телесное. Ещё в середине XIX века об этом писали, ну, в первую очередь, французские авторы, в том числе знаменитый Шарль Бадлер, потому что вот с этим нарядным вечерним платьем, там, в блеске, да, в сиянии даже, пусть, этих свечей плохо гармонирует, естественно, и тон кожи, да, и вот, значит, женщины пытаются придать чертам своего лица какую-то такую возвышенную красоту, которая отличает, да, вот, там, эти ткани, кружева и, там, драгоценности, которые на них надеты, то есть превращают себя в произведение искусства. Ну, вот писатели, да, поэты, декаденты, они относились к этому хорошо изначально, большинство людей относилось к этому очень плохо, поэтому женщина должна была, если краситься, да, то как-то очень незаметно. Ну, на самом деле, это незаметность, я говорила, здесь освещение играло огромную роль, также заметность или незаметность, она, конечно, во взгляде смотрящего. То есть чтобы мужчины не догадались. Ну, я бы сказала так, если была задача догадаться, то это можно было сделать, потому что действительно какие-то практики, да, косметические, вот эта вот конструкция естественного лица того времени, она для нас совершенно странная. Ну, у нас сейчас свои странности, да, например, там, использование хайлайтера, чтобы лицо сияло как, ну, вот, очень ярко, да. Это было бы, наверное, очень странно, да, для людей начала XX века. У них была, например, такая штука, как прорисовывание слезника глаза, то есть вот внутри глаза нужно было поставить красную точку, чтобы, да, было очень красиво. Как можно этого не увидеть, да, если мы сейчас так с вами... Нет, на самом деле в театре, особенно там в опере, балете, подобный макияж используется, ну, где-то вот до середины XX века точно, чтобы там с большого расстояния, да, опять же, с поправкой на освещение лицо выглядело определённым образом, да, вот сам грим может быть достаточно специфичным. Здесь очень важную роль играет некая такая добрая воля всех участников социального взаимодействия. То есть если вы хотите что-то такое, значит, углядеть и сказать, а, это нехорошая женщина, она вся фальшивая, искусственная, она красится, и она, наверное, совершенно аморальная. А не было никакой сложности, потому что огромное количество женщин, да, там, не скажу, конечно, все, не скажу, наверное, даже большинство, но очень многие, прибегали так или иначе к косметическим средствам. Или же мы просто с вами нормально общаемся, никто ничего не видит странного, и все отлично выглядят, да, вечером на балу, всё прекрасно. К началу XX века постепенно ситуация меняется. Некоторую роль в этом играют развитие парфюмерно-косметической промышленности, в том числе в России. Сначала выходцы из Франции этим занимаются, и ключевые имена здесь Генрих Афанасьевич Бракар и Альфонс Ролле, которые создают парфюмерно-косметические империи, и начиная от каких-то очень изысканных духов, да, и будучи тоже там поставщиками императорского двора и так далее и тому подобное, они делают очень широкий ассортимент парфюмерной продукции, косметической продукции и туалетного мыла, потому что для XIX века, да, там, для первой половины XIX века туалетное мыло — это предмет роскоши. Если мы откроем «Мёртвые души» Гоголя, там Чичиков мечтал об каком-то там вот этом особенном французском мыле, которое придавало особенную белизну кожи и свежесть щекам. То есть в первой половине XIX века туалетное мыло — это что-то, о чём можно мечтать. Сейчас нам сложно себе это представить, и как раз вот, ну, Браккар в этом сыграл очень большую роль, потому что он стал выпускать туалетное мыло для народа. Буквально там у него были какие-то бренды, да, там, крестьянское народное мыло, которое стоило одну копейку, и которое было таким продуктом вроде как, да, там, очень отдалённо, косвенно связанным с этой индустрией роскоши, да, красоты какой-то, вот этой изысканности. Да, в огромном количестве рекламы мыла, да, вот там XIX, ещё начало XX века, мыло позиционируется как средство ухода за кожей, да, то есть вот очень важно, что там оно позволяет отбеливать кожу, потому что, конечно, вот белая кожа, да, вот она является таким идеалом, и веснушки считаются ужасным дефектом кожи. И, конечно, загар, да, не говоря уже про какие-то там, ну, пигментные пятна или что-то такое, и очень много средств, и в том числе, там, мыло, да, будет специальное мыло против веснушек, также обычное мыло, да, вот оно не столько смывает какие-то там невидимые микробы и бактерии, эта идея совершенно новая для этого времени, а только-только начинает в культуре распространяться. Если мы видим там какие-то упоминания чистоты кожи или чего-то такого, это совершенно буквальная вещь, да, то есть мы должны сделать кожу более белой при помощи этого мыла. Кроме того, появляется такой человек, как Александр Митрофанович Остраумов, который тоже создает свою такую небольшую империю, и он её создает больше с позицией, как бы, так сказать, ну, медицинского подхода, да, и научного. Он создаёт институт красоты, где вот изучают разные вопросы, проблемы, да, вот там здоровье кожи, волос, и выпускают всякие специальные волшебные средства. И в том числе вот это его товарищество в 1912 году выпускает неавторизованный перевод очень известного сборника советов для женщин, авторства французской такой экспертки по этикету второй половины 19 века, которую на самом деле звали Бланш Суайе, но она проходила под именем Баронесса Став, такой у неё был псевдоним, она не была никакой Баронессой и вообще не имела никакого отношения, но это очень интересный такой феномен вот 19-го, начала 20-го века, когда советы по этикету будут даваться с позицией воображаемого аристократа. Вот есть какой-то аристократ, который на самом деле не аристократ, но каким бы мы хотели видеть идеального, да, аристократа, и на которого мы сами хотели бы походить. И вот она пишет большое количество разных книг, но в частности её такое пособие под названием «Дамская гардеробная» имеет огромную популярность, и вот, значит, на протяжении 90-х годов она переводится на разные языки, вот у нас она выходит в 1912 году, и не зная оригинал, невозможно догадаться, что это одна и та же книга, потому что наша книга называется «Женщина дома и в обществе», и она издана товариществом провизора Остраумова, и там вот эти вот прекрасные советы баронессы Став перемежаются ненавязчивой рекламой средств фабрики Остраумова. И если сама баронесса Став, естественно, пишет, что «упаси вас бог, да, там прибегнуть к румянам, никто никогда этого не делает, может быть, немножко совсем пудры, если, да, вот как-то это необходимо», то сотрудники анонимные, да, там, не знаю, пиарщики Остраумова полностью переделывают этот раздел. Потому что они выпускают румяна. Потому что там не то, что румяна, что вы, там, ну вот женщина встала с утра, и она начинает применять вот эти средства, вы не представляете, какая-то вода для беления ногтей, потом порошок для ногтей, да, это отдельная прекрасная тема, да, как раз, ну, собственно, появляется понятие маникюр в это время. Ещё нет лака для ногтей, он появится, да, попозже. Но уход за ногтями, вот он в центре внимания. В общем, где-то там штук шесть минимум средств для ногтей. Для кожи ещё там в 10 раз больше, да, то есть вот вы нанесли такой крем, потом другой крем, это очищающее средство, и там, значит, пудра. Потом совершенно я долго думала, что это мифическая какая-то вещь, да, когда набелённое декольте, допустим, да, и по нему проводятся синие полосочки, которые должны имитировать, ну, вот, жилки, да, кожи, ну, кровеносные сосуды, которые, да, там, значит, вот, и таким образом эта поверхность совершенно белая, она становится как бы более живой за счёт вот этих вроде как проступающих вен. Но на самом деле вот, значит, эти остроумовцы, они как раз рекламируют этот прекрасный карандаш и описывают, как им пользоваться и зачем, и как будет красиво, главное. Какие-то другие там карандаши, естественно, для глаз, для бровей, для всего на свете, в общем, какой-то миллион средств, вот это вот всё нужно было к себе применить. И мне кажется, то, что становится возможно об этом писать, да, с одной стороны указывает на то, что, ну, как бы это становится менее табуированным, да, и понятие естественной красоты, оно как-то очень сильно, да, преломляется и немножко, да, ослабляет свою хватку. А с другой стороны, сами вот эти предприниматели, конечно, их реклама, да, они вносили очень большой вклад в изменение этих представлений. А также остроумов, который был, да, таким, видимо, очень хорошим маркетологом, он выпустил три таких альбома, где разные актрисы и эстрадные исполнительницы рекламировали его продукцию. И там, значит, были их, да, там фотопортреты и рассказывали, да, вот чем они пользуются. Они не очень, конечно, рассказывали про то, что они там жилки себе рисуют или что-то такое. В основном это какая-то уходовая гигиеническая косметика, мыло, парфюмерия, естественно, и так далее. Там Екатерина Гельцер, там Надежда Плевицкая, Вера Коралли. Все рассказывают, как они обожают остроумов, некоторые стихи даже ему посвящают. Это такой немножко как бы как альбом, да, там, 19 века, дамский. И в то же время это, ну, вот такой, конечно, рекламный и замечательный ход. Они иногда говорят и пишут, что они там черпают вдохновение, да, ну, в духах чаще, но иногда тоже там вот эта вот косметика, которая позволяет им выглядеть определенным образом, да, вот там вживаться в роль и всё что угодно. Да, то есть это вот такое совмещение идеи, ну, не знаю, там, красоты-некрасоты, там, ухоженности и профессионального успеха, творчества и, в общем-то... Очень современно звучит. Да, да, да. Про духи мы чуть-чуть их задели, но, может быть, можно про них что-то рассказать? Может, по сравнению с сегодняшним днём, как бы нам показались духи того времени женские? Ну, к сожалению, духи того времени невозможно понюхать, потому что, хотя в запечатанных флаконах десятилетиями могут храниться ароматы, да, если там они не на святую как-то вот при соблюдении условий хранения, но всё-таки, да, там, больше ста лет – это уже такой предел. Да, действительно. Но что так можно сказать по описаниям, отзывам, да, и по названиям самих духов, конечно, преобладают цветочные ароматы. Фиалка, роза, да, там, корень ириса, да, это такие вот очень... Ландыш, да, очень популярные отдушки. Абсолютное большинство духов – это какой-то там моноаромат цветочный или это какой-то вот там весенний букет, ещё какой-то букет, какие-то более там интенсивные ароматы растительного происхождения, да, например, почули и животного происхождения, да, мускусные. Можно там проследить, как они входят в моду и выходят из моды, то они являются символом дурновкусия, чего-то совершенно неприличного, то наоборот, и опять же, да, вот это как бы в разных средах социальных может неравномерно происходить, и в какой-то там артистической, богемной среде какие-то, значит, такие дурманищие ароматы могут выходить на первый план и вдохновлять там поэтов и художников и так далее. А для каких-то добропорядочных обывателей, да, это что-то совершенно неприемлемое. На балу для женщины обязательно было душиться, применять духи перед балом? Я бы не сказала, что это было обязательно. Наверное, это было хорошо, да, учитывая в целом, ну, очень ограниченные возможности по поддержанию личной гигиены, да, надо же понимать, что это совершенно другой такой бытовой фон, да, для нас кажущийся странным и даже диким. Вот в частности, про Надежду Петровну Ламанову, замечательного нашего модельера, сохранились воспоминания, что она брала ванну каждый день и меняла бельё каждый день. И это что-то совершенно было из ряда вон выходящее, и это демонстрировало в данном случае её любовь как-то жить на широкую ногу. Она до революции могла себе позволить, и вот она себе позволяла. А большинство людей, конечно... И это могло считаться ещё что-то некоторым профессиональным искажением. Да, да-да-да, наверное, конечно. А большинство людей, ну, вот в других условиях жили, и поэтому, может быть, да, духи здесь как-то приходили на помощь. Но, конечно, вообще этот, опять же, обонятельный фон нам сложно себе представить, он был совсем другой. Но вот даже что касается ухода за волосами, например, опять же, в каких-то книгах, да, там, советов начала XX века, можно прочитать, что, конечно, лучше всего мыть голову в парикмахерских. Там есть для этого все приспособления. Самостоятельное мытьё головы очень кропотливо и сильно утомляет. Конечно, если мы представляем себе, да, вот как бы женскую такую пышную шевелюру, очень длинные волосы, отсутствие горячей воды в кране, скорее всего, а, возможно, и холодной, да, и вот необходимость там с какими-то тазами, лейками, губками, да, вот как-то обходиться. А кроме того, очень популярная ещё в это время, как средство ухода за волосами, помада на жировой основе, то как бы как это всё, да, вымыть из волос, это не так просто. И действительно, советы мыть голову каждую неделю или две, это в этой ситуации, да, может показаться даже достаточно частым, и накладным, да, если нам нужно постоянно обращаться в парикмахерскую или нам нужно бегать с этими тазиками дома. Поэтому, мне кажется, да, духи привносили какую-то свежую ноту. Но в целом это, опять же, вопрос привычки, да, и вопрос наших представлений о естественном, о норме, да, которые всё время меняются незаметным для нас образом. Но пока мы находимся в своей норме, то всё нормально. Тогда были накладные волосы. Конечно, абсолютное большинство причесок начала XX века невозможно создать из собственных волос. Мы видим это на иллюстрациях, в тех же модных журналах, во всех визуальных источниках, естественно, в рекламе, да, вот эти вот женщины Альфонсо Мухи, у которых волосы, везде, да, вот они, значит, вот эта одноженская фигура и полностью там страница или постер, да, вот обрамляется этими волосами. Конечно, были попытки в жизни, в реальности воссоздать это изобилие. И, конечно, у абсолютного большинства людей не было возможности, да, вот что-то такое сделать со своими собственными волосами, поэтому очень активно использовались всевозможные накладки, шиньоны, целиком парики, ну, в меньшей степени по необходимости, скорее, наверное, там, для мужчин, ну, в целом, да, не так распространено, а вот, ну, как бы дополнение дамской прически какими-то ещё чужими волосами было очень широко распространено, и существуют каталоги, да, каких-нибудь парикмахерских, где, значит, вот разные типы этих накладок, шиньонов, да, вот они рекламируются, и, значит, вот можно себе что-то, какое-то изделие заказать. И, опять же, там, вам его, может быть, там, предложат в том цвете, который вам нужен, или вам его покрасят, и также вы можете принести в парикмахерскую свои чужие волосы, чтобы там их помыли, привели в порядок и перепричесали, да, вот на какой-то более модный лад. Как правило, да, прическа дополнялась ещё какими-то искусственными искусственными или живыми цветами, перьями, да, там, какими-то, не знаю, там, кружевами, бусами и так далее. То есть днём совершенно необходимо было женщине быть покрытой головой, а вечерняя прическа, да, должна была быть открытой, но всё равно это, ну, как бы такая очень сложная конструкция, и использовалось в русском языке французское слово «куафюра» для обозначения вот этого всего, да, это как бы прическа, но это в нашем понимании, наверное, нечто большее, чем прическа, то есть какое-то убранство головы, да, вот если говорить по-русски, но также вот терминологии того времени. То есть какие-то булавки, которые и крепили, там, локоны свои, чужие, да, и в то же время были декоративными элементами, в то же время были источниками потенциальными общественной опасности, потому что, конечно, в общественном транспорте, да, вот тоже начало XX века, это время, когда шляпы достигают рекордных размеров. Никогда до и после не было таких колоссальных шляп, и тоже иногда мы смотрим на фотографии, на какие-то, да, другие визуальные источники, непонятно, как она вообще держится на голове, но, как правило, тоже при помощи булавок она там держится. Там единое целое с куафюром. Да, с куафюром, да, 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 и необходимо было, ну, заполнять объём этой шляпы, опять же, да, искусственными волосами, то есть это и эстетическая задача, и практическая, да, как её прикрепить к голове. Были даже несчастные случаи, или, по крайней мере, очень много об этом говорили, но вообще опасность моды — это такой источник непрерывных каких-то переживаний, да, и всевозможных, там, рассуждений и воззваний. Время до войны — это колоссальные шляпы с совершенно фантастическим декором. Одним из самых странных, да, и причудливых предметов, которые появляются на шляпе, это чучело птиц. А в музее Метрополитен, по-моему, хранится шляпа дамская конца XIX века, на которой четыре или шесть попугаев, значит, покоятся, так скажем. Ну, таких средних размеров, калибри, стрижи, ласточки, чайки. Я представил себе, это может довольно мило выглядеть, что как будто птичка пересела и села на шляпу. Да, 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 да. Женщина как цветок. Совершенно верно, совершенно верно. Они действительно аранжировались в каких-то интересных, да, там, позах. То есть это птица, особенно если, да, там, ласточка, да, это птица как будто в полёте, она пикирует. Я надеюсь, там не было небольших гнёзд с яичками. Всё было. Боже мой. Ну, это тоже вот я в источнике XIX века видела, да, эти яйца. И, опять же, журнал «Панч» не прошёл мимо этого. Да, это известное острослово. Да, 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 где они писали, что хорошо бы тогда, может быть, дама бы яичницу подносила или варёные яйца своему супругу или всем окружающим было бы мило. Но действительно, да, вот целые какие-то ансамбли, какие-то ландшафтные, так скажем, композиции, да, вот на головах у дам оказывались, или это цветущий лук, а на нём стрекозы и калибри парят, как будто бы они на проволочках качаются, и женщина идёт, и всё это так, ну, как бы уже как живое, да, вот это считалось невероятно красивым. Да, то есть эти все птицы, они должны были выглядеть как живые, или они в полёте, или они взлетают, они в каких-то экспрессивных позах. В общем, да, там что-то такое происходило. Не было ли тогда защитников природы, которые беспокоились по этому поводу? О, ещё как, конечно. На самом деле на протяжении XIX века зоозащитное движение активно развивалось в Европе, и в частности Российское общество покровительства животным было создано в 865 году в Петербурге. Оно занималось другими вопросами, как-то до моды у них руки не доходили в основном. Речь шла о сельскохозяйственных животных, да, там, о собаках в городе, да, вот таких вопросах, и о, там, гуманном обращении, или, там, гуманном истреблении, да. Но в 899 году в Москве под эгидой этого общества была создана Женская лига против жестоких мод, которая непосредственно занималась именно вопросами как раз вот той моды, о которой я говорила, а именно использование перьев, крыльев, головок и целых чучел птиц в моде, в первую очередь в декоре шляп, хотя также участницы, да, этой лиги, они бойкотировали, например, гастроном Елисеева, потому что там использовались чучела птиц в декоре витрины, в декоре магазина, и они, ну, как бы сказать, петиции направляли Елисееву, чтобы он убрал это безобразие, но, по-моему, он не внял им. И вот они очень мечтали, да, чтобы из женских головных уборов это безобразие пропало, и, в частности, среди мер, которые они предлагали, помимо, ну, распространения информации, да, там, издания каких-то брошюр, да, о том, как это ужасно, жестоко, что там крылья отрывают у живых щеглов прямо, чтобы, значит, блеск перья не потеряли и всякие другие ужасы, они ещё заказали из Парижа модель шляпы, которая была украшена исключительно цветами, лентами и кружевами. Они заказали в некой мастерской какое-то, значит, большое-большое количество экземпляров вот этой шляпы. Они, значит, продали все эти экземпляры, как они писали в своём отчёте, без убытка для вот этой, значит, их лиги. То есть, да, вот они таким образом хотели, ну, просто что-то предложить взамен. Да, 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 совершенно верно. Но мы видим, что в 900-е, 910-е годы чайки, попугаи и всевозможные птицы, совы, они очень появляются в большом количестве. Совы, господи. Да, 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 да. Ну, на самом деле, это тоже была такая вещь, не очень, так сказать, очевидная и всем приятная, поскольку действительно рубеж веков — это то время, когда уже огромное количество людей начинают беспокоиться, да, там, судьбами братьев наших меньших, да, и вегетарианство, да, очень активно развивается и становится таким заметным культурным феноменом. Очень интересно, что участницы вот этой вот Лиги против жестоких мод, они не были абсолютно вегетарианками и не поддерживали эту идею. И как раз говорили, что можно использовать в модных целях перья домашней птицы. То есть птицы, которые используются в пищу, пожалуйста, вот их перья. Или те перья, которые при линьке птицы теряют, да, страусиные перья, которые действительно были, ну, таким очень важным элементом модного декора в это время, павлиньи перья, но не, там, перья, а тем более крылья, да, и тем более целые чучела птиц, которые специально умерщвляются исключительно для этого. Против мехов они не протестовали? Это очень интересно, да. Действительно, почему-то именно птицы вызывают такую реакцию, но, с одной стороны, действительно существовало, ну, колоссальное, да, такой бум потребления птиц, птичьих перьев, и, ну, целые виды, да, были поставлены под угрозу уничтожения в этот период именно за счёт моды на такой вот декор, очень популярный в начале XX века, называлось эгреты. Это когда такой пучок перьев, да, или вот как бы он торчит из шляпы или какого-то подобия тюрбана, вот как раз Пуаре, когда, да, стал популяризировать эти ориентальные мотивы, вот эти тюрбаны с перьями, с эгретами, да, и какие-то другие фасоны шляп тоже. То есть, ну, действительно, там, десятки тысяч, да, вот этих несчастных птиц, они постоянно уничтожались, тогда как животные, которые тоже очень широко использовались, например, для изготовления меховых горжеток, и это отдельная, да, тоже такая вот писк-мода этого времени, это когда у вас целая, там, лисица, да, или какой-то зверь, либо она у вас на муфте, либо она, значит, у вас обвивается вокруг шеи. И видно, что это целый зверь. Да, и это целый зверь, да, и в этом прелесть, он тоже как будто прилёг отдыхает, да, он как живой, вот эта вот идея как живой, она очень важна для мода этого времени, и надо думать, что вот это огромное число людей, которые носили всё это, они совершенно не воспринимали это как что-то там вот ужасное, жестокое, а именно это вот было в духе какого-то там любования, восхищения природой, да, интереса к природе. На самом деле очень интересно, что охотники, которые в это время занимаются какими-то там натуралистическими изысканиями, пишут об этом какие-то книжки, и тоже вот там выпускают брошюры по любительской токсидермии, а очень часто там идёт речь именно там о сохранении природных богатств нашей Родины, да, то есть если мы набьём очень много этих, значит, чучел, то мы таким образом сохраним и приумножим знания о нашей природе. Действительно, ну, это какой-то другой совершенно взгляд на эту проблему. Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Было очень интересно. Я очень рада. У меня сегодня в гостях была Ксения Олеговна Гусарова, кандидат к культурологии. Мы говорили про моду. Если у вас возникли какие-то вопросы, если вам интересно что-то ещё узнать, пишите, пожалуйста, потому что на идею о моде как раз вы меня сподвигли, вы писали, спрашивали мне. Я понял, что я ничего в этом не понимаю и понял, что нужно обратиться к профессионалу. Так что, возможно, если вам будет что-то тоже интересно, пишите. Всегда найдётся выход. Я ещё раз благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Всем привет. Это была студия «Либо-либо», подкаст «Закат Империи». До встречи через неделю. Всем счастливо. Это был подкаст «Закат Империи» и с вами Андрей Аксёнов из студии «Либо-либо». Лайк, репост, присоединяйтесь к соцсетям подкаста и к моему патреону. До встречи в следующий понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok